Медэфтэ Цугар давно не выходил в эфиры, потому что не было повода. От этого многие решили, что меня нет в Калмытии. Часто встречаю знакомых, которые спрашивают, ты что, уже приехал? Я, может быть, и хотел куда-нибудь уехать, но нет настроения и мотивации. Конными прогулками я не занимаюсь. Если помните, администрация листы по поручению Берикова отобрала у меня землю, но занимаюсь организацией конных туров, ради которых и взялся за развитие конного туризма в 2017 году. Так что, если у вас есть компания друзей или коллег, с которыми готовы отправиться на несколько дней в плавание по бескрайней Калмыцкой степи, обращайтесь. В настоящее время я таксую в Элисте, ввожу местных жителей, туристов, слушаю запрещенную музыку и жду лучших времен для развития своего масштабного туристического проекта, который в условиях изоляции России от всего мира практически не осуществим. Но лучшие времена могут и не наступить, может действительно цак и рыв и наша республика, наш народ доживает последние годы или дни. Но каким будет наше будущее, зависит только от нас самих. В этом году в сентябре пройдут выборы в Народных Урал. Сразу скажу, достойных кандидатов нет и не будет. Как говорится, каждый народ заслуживает своего правителя. Я понимаю это так, что любой правитель, любой чиновник, депутат, они выходят из народа. Если мы живем при коррупционном строе и соглашаемся с ним, то откуда возьмутся достойные? Хасиков до сих пор припоминает украденную диссертацию. Но насколько я помню, нас еще со школы учили списывать сочинения и сборников сочинений. И так практически по каждому предмету. Мы все покупаем лекарства, если попадаем в больницу, которые нам положены по закону, готовы заплатить гаишникам взятку, чтобы у нас не отобрали права при нарушении правил. Директорам школ, садиков готовы дарить подарки, да, или там тоже взятки, чтобы пристроить детей. Если с работы или службы можно что-нибудь унести, то почти любой этим воспользуется. Ну, конечно, кроме тебя лично. Что же делать? Не идти на выборы? К этому призывают называющие себя лидерами калмыцкой оппозиции общественные деятели некоторые. Но они и не смогут пойти, так как находятся за границей. Я же считаю, что идти на выборы необходимо, даже если выбирать особо некого. Например, когда мы голодны, то идем в магазин за продуктами. Если это единственный магазин, в котором только такие посредственные продукты, да, то мы можем либо ничего не покупать и остаться голодными, либо выбрать из того, что есть. А там уже можно попробовать сварганить что-нибудь сносное из того, что есть, или вернуться в магазин и поднять скандальчик, если продукт очень плохой, и его можно будет заменить. Чтобы увидеть результат выборов, надо их проконтролировать. Я координатор наблюдательного полка. В 2021 году только благодаря контролю Единая Россия проиграла в Елисте, поэтому контроль необходим. Каждый избиратель прошел миллионы лет эволюции, чтобы обладать своим разумом, голосовать так, как ему кажется нужным. Поэтому у Единой России и ее кандидатов нет шансов на победу при контроле. Люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за партию власти. И это не значит, что там плохие люди. Они такие же, как и мы. Они наши родственники, наши друзья. Но они полностью безвольны. А безвольный депутат – это оксюмарон. Если контроля не будет, а контроль от самой Единой России и от общественной палаты – это фикция, то депутатами станут те, кого уже определили политтехнологи, которые уже несколько месяцев живут в Калмыкии, наверное, на деньги, которые могли бы пустить на более полезные дела. Я не призываю всех сразу стать честными и достойными. Я сам не такой. Но мы можем взять ЦР на три дня – 8, 9, 10 сентября – и обеспечить честный результат, который будет отражаться в следующие пять лет. Три дня и пять лет. Скорее всего, на активистов наблюдательного полка будет давление от различных служб и ведомств, как это было. Два года назад, обращаясь к сотрудникам Буинболтха, Кирго, вы сами от этой системы не устали. Просто не мешайте обеспечивать честный выбор. Во время выборов наблюдатели будут пытаться подкупать и запугивать. Опять же, кто это будет делать, подумайте, зачем это вам. Наблюдатели на эти три дня ставят общественные интересы выше своих личных. Если у кого-то есть реальные причины помешать выбору жителей Калмыкии, давайте встречаться, общаться заранее. Может, вы и правы, и выборы вообще стоит отменить. Как будет осуществляться контроль, я еще расскажу в следующих эфирах. А пока, кто хочет честных выборов, давайте объединяться, пишите мне, давайте встречаться и готовиться к выборам в Народный Хурал Калмыкии. Контроль будет эффективным при комплексном подходе. И я сейчас обращаюсь не только к кандидатам, а даже больше к самим избирателям. От нашего выбора зависит будущее Калмыкии. До следующего эфира. Продолжение следует...